то есть смысл человеческой жизни это вот это бескорыстие чувствовать этот вкус благодарности который от бога исходит и постепенно постигать его через эту благодарность вот и сделал что-то хорошее почувствовал сердце благодарности почувствовал бога и постигай таким образом делая хорошие благодарность то же самое молитва допустим считаешь молитву надо как ее читать чем быстрее тем лучше да допустим повторяешь понравится жене нет а как надо повторять я тебя люблю я ну а чем бог отличается это не поможет нужно благодарность повторять благодарность означает служение слышно в рассветном солнце не осталось правы благодарность благодарность вот моя дорога я иду на Песня в небо, в небо, в небо. Песня в небо, в небо. Песня в небо, в небо. Песня в небо, в небо. Жизнь зафиксировала свой конец. Единственная помощь – это молитва. Память о Боге, допустим, вы помните о Боге, и первая стадия у вас спокойствия в сердце по поводу Отца, вторая стадия влияния на Отца, и третья стадия изменения в сердце Отца. Даже если Он уйдет из жизни, вы можете уже то же самое сделать и после. Потому что люди думают, вот когда уйдет, уже поздно. Ничего не поздно. Мы имеем дело с психическим телом всегда. А даже когда ты трогаешь физическое тело, ты все равно имеешь дело с психическим телом. За священием тех случаев, когда психическое, физическое тело трогает крокодил. Он имеет дело с физическим телом. Но и то ему как бы психическое тело тоже нравится ему. Когда мясо любит, любит, они как бы психическую энергию тоже хватают. Им нравится чужое счастье жрать. Поэтому у вас нет ограничений. Можете молиться за Отца, начинать сейчас, и когда в сердце легкость появится, закончите. Может быть год, полтора, и вы так можете свой долг Отцу отдать. Он в детстве заботился вам, много рассказывал хорошего, доброго. Все, что мог, сделал для вас. И вам надо молиться за него. Раз вы знаете больше сейчас, чем он, помогите ему. Я просто чувствую, что его умонастроение, оно еще передалось на моего плачного брата, который сейчас... Да, будет тянуть вниз. Это не умонастроение, не его умонастроение, а это так действует жестокая судьба. Когда она приходит, она может бить по работе, по личной жизни или по здоровью. По здоровью хуже всего. Потому что без личной жизни еще как-то проживешь, без работы еще как-то проживешь. Когда долбануло по здоровью, тогда уже суши веслом. И вот ему долбануло по здоровью, но судьба плохая приходит, она во всю семью приходит сразу. И на вас влияет, и на брата. Просто вы видите более крепкий, вы можете преодолевать трудности, а брат, он слабее. Он неопытный еще, он не знает, как с этим, что с этим делать. Но чтобы ему помогать, брату нужна тоже молитва. Потому что есть три настроения на фронте. Фронт – это самая жестокая судьба. Человек находится в состоянии… Он в жестокости живет. У него жестокий режим дня. То есть не поспишь, не поешь нормально. Ну, то есть все уж вокруг только жестокость. Он видит жестокие лица. Вокруг всех убивают. Люди теряют сострадание, доброту в этом. Они просто пытаются выжить. Ну, выживать. Такая вот ситуация, жестокая очень. И когда вы молитесь за него, в состоянии жестокого состояния проверяется вера человека, Бога. Если человек верит в Бога, в любой ситуации, где бы он не ходился, у него сердце в доброте находится. Это значит, что он будет жить. Если человек сохраняет сердце в доброте, где бы он не был, то его не могут убить. Понятно? Вот. Второе состояние – это правда. То есть, когда человек выходит из состояния доброты, он входит в состояние правды, и он за родину, за своих, за правду начинает убивать. И когда люди, когда в сердце в доброте находятся, то Бог защищает человека. Даже если он его забирает, то Бог забирает. Он может право забрать. А человек в доброте уходит из жизни. Если так Богу угодно, а только именно когда человек Богу отдал сердце, то Бог решает, будет он жить или нет. Судьба не действует уже. Доброта – это сознание Бога. Не человеческое сознание. Доброта – это сознание Бога. И ты, когда в этом сознании находишься, сознание Бога, то у тебя не действует твоя судьба. Действует милость Бога, или судьба Бога действует. А это милость. Вечная жизнь. Когда человек выходит в состояние правды, то он тогда дальше что происходит? Вот два врага, допустим. С одной стороны, и с другой стороны. Они оба находятся в состоянии правды. Вот, допустим, один человек в доброте сердце содержит, и другой. Они встретились, никто никого не убьет. Они будут стрелять, и никто никого не убьет. Если они оба в состоянии правды находятся, правду, ищут правду в жизни, то правда такова. У кого больше добрых дел, тот и выживет, а у кого меньше, тот погибнет. Вот в этом вся правда. Вот два встретились, у кого больше добрых дел, он выживет, а у кого меньше, погибнет. Вот вся правда. А когда человек входит в состояние ненависти, а это последняя стадия уже потери самообладания, это ненависть, то он точно погибнет. И поэтому, когда ты молишься за брата, ты его из состояния ненависти в состояние правды переводишь, потом в состояние правды переводишь в состояние доброты. Если он в доброте находится, он не погибнет. Можно вымаливать так родственникам. то есть есть еще плохие периоды. Вот человек воюет, у него есть время, когда опасность гибели очень высокая. В это время надо сильно молиться. Как это, допустим, жена чувствует? Она чувствует скованность такой психики и чувство безысходности, чувство, как будто ничего не сделаешь, все плохо. А еще хуже чувство, это когда у нее появляется отстраненность от мужа и такое чувство. Да, все нормально будет, ничего не будет плохого. Такое веселье такое праздное. Это означает, что смерть ей пудрит мозги. Я такие эффекты видел, когда только началась проблема в Украине. Все началось только. У меня много слушателей лекций, допустим, в Мариуполе взять, допустим, когда его окружали. Я им звонил, говорю, как у вас ощущения? Они говорят, да у нас, Олег Геннадьевич, мы молимся, у нас все хорошо, все классно. Я смотрю, серд, смерть взяла уже, и им просто эйфорию дала сознание эйфории. А там ничего не классного, я говорю, прямо вот сейчас в шмотки берите все, что можно, и выходите еще, где можно выйти. Они говорят, далеко иначе все нормально, мы ничего не чувствуем, я говорю, я чувствую. Они не вышли, кольцо захлопнулось, опять там уже стреляют со всех сторон, они говорят, да, но мы молимся, у нас хорошее настроение, там 20 человек вместе в одном доме подвали сидел. Я начал молиться глубже, смотрю, в дом попадают снаряды, там находятся воины, сражение в доме идет, гибнет несколько человек из этой группы. Я им все это рассказал, и они начали молиться уже по-настоящему тогда о спасении, и на следующий день Бог показал выход, у них знаки были, у меня тоже в сердце, и я им сказал время, когда надо все машины садиться и ехать в ту сторону. Они поехали и спаслись, никто их не там не расстрелял, а следующие за ним поехали, а их расстреляли уже. И так молитва спасла эту группу людей, а потом, когда они приехали туда уже назад, в свой дом, увидели эти снаряды, дырки эти, которые я им рассказывал, и трупы солдат. Поэтому все прогнозируемо, молитва открывает знания, дает выходы. У меня есть много же слушателей лекций, у которых жены молятся, и там периоды какие-то есть, они промаливают эти периоды, и человек не гибнет. вот допустим, женщина ждет своего мужа с войны, она за кого воюет? Она за кого? За наших или ваших? За мужа. Есть одна история очень поучительная, одна женщина, у нее было пять что ли сыновей, все вернулись живыми с войны. Это по-моему какая-то то ли грузинка, то ли кто такая восточная. И ее спросили, это с Великой Отечественной вот этой войны, 41-й год, вот ее спросили, взяли интервью, как так получилось, что они все вернулись. Она говорит, это не случайность. Я молилась. Ее спросили, а как ты молилась? Она говорит, я молилась за немцев, чтобы они вернулись домой живыми. Я молилась за солдат противника. И Бог мне в благодарность за это подарил жизнь моим сыновьям. видите, настоящая любовь означает вот это быть выше всего, что происходит и просто понять, что самое ценное в этом мире это человеческая жизнь. Куски земли, они то здесь, то там, проходят сто лет, все перекраивают. А человеческая жизнь ценнее всего. Это должна жена, женщина знать об этом думать. Она должна молиться за доброту в сердце своего мужа. Может там выполнять свой долг, приказы какие-то выполнять, то, что его заставляет, но при этом сердце должна быть доброта. Злоба не должно быть, иначе злоба лишает жизни человека. Понятно? Или допустим вас ограбили, или допустим подожгли дом там, или еще что-то сделали с вами. Вы должны подать суд на этого человека, а в сердце молиться, чтобы простить его. Если у вас сердце будет доброта, а снаружи строгость, то вы победите. Тогда никто не сможет устоять вашей силе внутри. А молиться означает просто как желать добра или конкретная молитва? Молитва это память о Боге. Это пытаться простить его качество, славить его, хотеть жить для него, клясться ему, верить ему. Молитва означает мысли о Боге и своих отношениях с ним. Если ты этого не можешь, тогда лови эмоции тех, кто молится, включая те, кто молится, лови эту эмоцию и пытаясь ее копировать, копировать ту же самую эмоцию, погружайся в чувства верующих своими словами, и тогда ты тоже будешь молиться и тоже будешь побеждать себя. То есть есть два варианта, или свои чувства, если они у тебя есть, выражать отношения с Богом, или копировать тех, кто есть. Но чего-то хотеть от Бога это не молитва. Мы и так постоянно от Него что-то хотим. Вот вы если что-то хотите, вы от кого хотите? Вы думаете, блин, когда же вы учатся уже, сколько можно учиться? Это вы от кого хотите? От Бога хотите? Или когда же я уже выплачу этот свой дом? От кого хотите? От Бога хотите? Мы поставим что-то хотим от Него. А молитва означает славить Его, ничего не хотеть, а просто благодарить. Мы тоже можем хотеть любви от Него. дай мне любовь, почему я без любви живу, без твоей любви. А надо служить? Не хотите служить? Ваш вопрос? Мой вопрос? Да. Да, у меня очень простой вопрос. По моим наблюдениям люди жертвы правды. Правды? Правды. Вот есть такое состояние души, когда человеку у каждого своя правда и своей жалкой не нужна. Меня интересует не феномен, а вот желание получить какую-то правду, за свою правду. Так что как это влияет на здоровье, на члены, на состояние жажда правды? если человек жаждет своей правды, он разрушает свою жизнь и психическую, физическую. Так он думает, что это всеобщая правда? Ну, не важно, как он думает. А если он жаждет правды, если он служит Богу, и отнимают служение, и он хочет дальше служить, жаждет этот правды, то тогда он побеждает, преодолевает все трудности, и эта жажда правды становится для него развитием. Ну, то есть, само по себе желать правды не является чем-то плохим. Просто если ты хочешь не той правды, то тогда и получишь не то, что нужно. Ну, например, муж с женой живут, и женщина хочет женской правды, требует своей женской, а мужчина своей мужской. Они обязательно разведутся. Если они не примут то, что человек не сможет понять полностью. Если ты хочешь, чтобы он тебя понял, ты его сам пойми сначала, начни ему служить, он тебе станет благодарным, и когда станет благодарным, тебя поймут. Я пробовал так делать, допустим, я прошу прощения у жены, хотя сам не считаю все виноват. Когда она меня прощает, я начинаю понимать, в чем я неправда. Когда она прощает меня, я чувствую, что ее понимание, ее сознание начинает приходить ко мне. я вижу, что правда где-то посередине всегда находится ни с одной стороны, ни с другой, где-то посередине. Но самая высокая правда в этом мире это доброта, это сознание Бога. Если ты по-доброму относишься к другим, то это и есть правда. Вот допустим, к жене по-доброму относишься, то ты тогда сможешь понять настоящую правду ваших отношений. А если ты отстаиваешь свою правду, а ее правда тебе не интересна, то тогда это не правда является, а использование энергии правды в своих целях. Эксплуатация. Допустим, мама говорит «Ты почему двойку получил?» и начинает ругаться на него. Представь такая ситуация, допустим, женщина день рождения. Все поздравляют, у него друзей. Приходит сын и говорит «Я два получить». Она говорит «Ну у нас сегодня день рождения, ладно, ничего страшного». Она следующий день в похмелье «Ты почему двойку получил?» То есть почему она орет? Потому что ей плохо. Можно придраться к столбу типа «Чего здесь встал? Сколько можешь здесь стоять? Ну то есть как правильно помолиться, прославлять Господа, переварить двойку сына, понять, что это твоя судьба. Переварить эту двойку, а потом с ним поговорить. и ты узнаешь много интересненького, что этот может быть предмет вообще ему не подходит, он никогда там нормальных отметок не будет. было. ему это и не надо. Вот допустим, есть предметы, которые я не мог, и они мне в жизни так и не понадобились. Спрашиваются, зачем тогда их себя заставлять учить. А те, которые тебе надо, они с самого детства хочется, и они потом тебе в жизни помогают сильно. Вот, второе, училка может быть плохо себя ведет грубо с ребенком, и ребенок реагирует и не хочет учиться. Может быть у нее плохой период начался. У меня такой был случай. У дочки начался плохой период, она перестала нормально учиться. И учительница говорит, что она связалась с плохими подружками, неплохая компания, поэтому она плохо учится. А я смотрю, у нее напряжение купится в психике, она не может просто. Я как бы не стал никого слушать. Говорю, давай ты отдохнешь, что на второй год пойдешь. Такое решение принял. Учительница начала бунтовать. Говорит, а вы ребенка своего, там, что-то там. Я говорю, ну давайте сводим психиатра. выберите врача какого-то. Пускай он обследует моего ребенка. Нашли врача психиатра, он обследовал, сказал, если ребенок дальше будет учиться, попадет в психиатрическую больницу. И она, ок, сразу справочку выписали, и на второй год. Плохой период прошел, опять ребенок начал учиться. Все нормально. А так бы сформировались блоки психические. Поэтому двоечка у ребенка много что может значить. А если ты просто гневаешься и кричишь, что правду отстаиваешь свою, то этой правдой можно же убить человека даже. Поэтому доброта является правдой главной. Добросердечие главной религии. Доброта. Основа постижение истины. Можно в какой-то мере приравнять правду к чувство правды к чувство справедливости. Вот там человек оставил какую-то идею и эта идея для него с точки статической точки зрения является более справедливой. И эта информационная правда она больше как бы в гармонии с теми понятия справедливости которые это человек проповедует. То есть я например человек пользуется скажем коммунизм историческое статистическое и для него коммунизм это правда это форма справедливости это своеобразный гитл который он слушает он заменяет ему уборка и вот это его правда человек который начинает ставить какие-то другие ценности вызывает партнём антагонизм и вот как меня интересует как это состояние принятия правды правды фактической исторической какой-то влияет на организацию на организацию сухой организации на здоровье ну вот смотрите есть разные методы достижения правды самые глубокие методы это когда ты сравниваешь правду не со своими желаниями потому что у нас же есть судьба которая действует чувство самосохранения какие-то наши концептуальные идеи а есть допустим сознание бога есть священное писание ты сравниваешь священное писание сравниваешь с добротой в сердце вот ты допустим отстаиваешь принципы коммунизма а у тебя доброта в сердце когда ты их отстаиваешь или какие-то другие ощущения в сердце это у бога сравниваешь с богом там в сердце и у тебя откликается в сердце то что ты говоришь или нет в священных писаниях откликается или нет, у святых людей отвлекается, которые с Богом связаны, или нет. Ты можешь у них спросить, вот это правда или нет. Они тебе скажут. Ты посмотришь, что у тебя в сердце. То есть прежде чем что-то отстаивать, может быть, есть смысл сравнить с правдой Бога, потому что настоящая правда Богу принадлежит, нам не принадлежит правда. Есть разные способы ее сравнить. Через священное Писание, через святых людей, через совесть свою. Но если человек отстаивает правду, которая не связана с Богом, то у него не будет внутри гармонии. Он от этого будет страдать. От этого могут возникнуть болезни. Само по себе чувство правды или чувство знания, оно дает блоки. То есть, если ты, допустим, ставишь правду, которая не является правдой, то это повышает обидчивость, гневливость, раздражительность, чувствительность. Это называется статическое напряжение или блоки энергии знания. Это приводит к воспалительным процессам в организме. Приводит к тяжелым воспалительным заболеваниям, в крайнем случае, например, оскорбление святых. Когда человек оскорбляет святого человека, то может у него на самых глубоких психических слоях статические блоки сильные возникнуть и идут воспалительные процессы в нервной системе. Какие-то аутоиммунные заболевания начинаются. Так можно правду отстаивать, влететь даже в такое. Если правда ложится на душу, то она работает в терапевтическом правде. Если ты отставишь правду, которая основана в доброте, есть такое древнее высказание «доброта, мать, правдивость». Есть такое высказание древнерусское. Если доброта является матерью твоей правдивости, то тогда ты лечишься этой правдой. Ты ее отставишь, тебе становится хорошо, ты становишься здоровым, людей лечишь. Все вокруг становятся только лучше. У Иисуса Христа была такая правда. Он успокаивал людей, он вселял доброту в сердце. Они прощали врагов и так далее. Как отстаивать правду и сохранять доброе сердце, когда будут детей дома комната грязная за дня в день отношения, хлопают фельд и загадывают глаза. Вы вчера со мной общались, да, вот здесь сидели? Это вы были? Я здесь, но я не общалась. А, вы? Это я просто плохо вижу, вас там отсвечили. Здесь девушка, женщина сидела, ушла, которая другая, да? когда одна девушка ушла, надо, чтобы другая пришла, значит, скучно. Хорошо. я понял ваш вопрос, да. гнева столько поднимается, когда тебе хамят и с тобой так грубо разговаривают. Хоть сколько не стараешься доброе сердце через 10 минут оно лопается и... Да. Ну, вы потом поругались, прощения попросите у детей за то, что вы ругались. Не за то, что вы неправы, а за то, что ругались. За то, что лопнуло сердце. А просто мы не всегда можем выдержать. В этом мире много глупостей вокруг. И в чем заключается мудрость человека? В том, чтобы вовремя подвинуться. Когда ты видишь рядом с тобой несправедливость по отношению к тебе, это больно. Так же, как, допустим, плита горячая, ты туда руку раз, а больно. Ну, и сразу возникает вопрос, зачем я туда полезу? ребенок тоже приходит, он как себя как-то ведет, а ты раз, и сразу соседний помнит, не разговаривает. Ну, то есть, это тема сегодняшней лекции. Чувство собственного достоинства нуждается в поддержке ежесекунды. Это важный аспект нашей жизни. Если ты чувствуешь, что они предают тебя, достоинства твои разрушают, то тогда надо сердце в доброту сразу раз, комочек, память о Боге, о святых, сердце в доброту и подальше от своих детей. Не разговаривать. Не только радуются. Хорошо, пускай будут рады. Все счастливы. Дела не делаются. Дела не делаются, а значит надо наказывать. Снаружи наказывать, а снутри не разговаривать. То есть разговаривать с людьми только тогда, когда они ведут себя правильно. Можно перевалить, помолиться, перевалить ребенка, а потом по-доброму ему сказать «Пожалуйста, помой посуду». И он не моет посуду. Тогда ему не накрываешь на стол и не пускаешь его на улицу или ставишь его в угол. Но это надо по-доброму делать. По-доброму и на дистанции. Они свободны, а вы свободны. Вы тоже свободны. Вы можете не разговаривать неделю с ребенком. Имейте право. Вы его кормите, поите, спать, укладываете. Вы имеете право не разговаривать. Если почему отберут? За что? Пожалуются. А? Ребенок пожалуется? Конечно. Тут же очень пропагандируют, что жалуются. Не вина конечно все разговариваются. Тогда молитесь Богу, держитесь дистанции и показывайте, что вам это не нравится. Вас нет выхода. если вам есть два вида любви. Первый вид любви это доброта, второй строгость. Если строгость запрещена, значит любовь обрублена. Значит вы не можете любить до конца друг друга. Вам надо просто отстаивать свое достоинство, быть чуть-чуть на расстоянии, показывать, что так отношения не построишь. Можно обижаться, можно внешне плакать иногда, включать слезы. То есть пока слабость, если силы не можешь победить, женщина может слабостью пробежать. то есть если с тобой воюют, надо воевать. Дочка со мной ехала в машине, слушали ваши лекции. В следующей жизни я хочу родиться у американской мамы, а не у русской. Потому что ей не понравилось. В следующей жизни, я считаю, что американские мамы подобрее, не напрягают вопросы. ну здесь разные варианты, то есть из доброта называется пофигизм. Вовочка, что ты там делаешь? Я с Машей развлекаюсь, смотри, не кури. Это анекдот такой про Вовочку. Поэтому как бы если тебе пофиг, то тогда нет проблем. А если нет, тогда надо значит применять разные другие инструменты, например, молитва, показать ребенку, что любви не будет при такой отношении. Все по-доброму внешне, но внутри все. Но самый главный принцип помощи это переваривать судьбу. у нас есть какая-то судьба, она на вас будет действовать всегда. Ее надо переварить в молитве. Я сегодня жена мне позволила, что-то начала пылить, я телефон положил, начал молиться. Первая стадия принятия, вторая стадия спокойствия, третья доброта. Доброта значит все, подайте все спокойнее. Если не на тебя они тебя управляют на уважение, ты закрываешь дверь, и ускоришь. Да? Это называется жестокая судьба. Когда жестокая судьба действует, несправедливость, то нужно присасываться к другой любви. Если не хватает любви с близкими, то другая любовь тебе поможет. Но без любви невозможно жить, нужна любовь все равно. Когда жестокая судьба действует, то человек испытывает силу одиночества. Он внешне одинок, а внутри присасывается к высшему источнику. «Дорогие» «Дорогие» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»